здравствуйте рада видеть вас на своем канале и сегодня я хотела бы показать вам свою подготовку к проекту который я буду вышивать в сп вышиваем по журналам и книгам наконец-то наконец-то я дошла до этого момента когда вы уже можно вышивать начну я немножечко раньше потому что мне нужно приготовить подарок и давайте же уже приступим я расскажу вам что я буду вышивать на самом деле мне очень и очень хотелось начать вот именно с этой книжечки казука аоки собраны нежнейшие совершеннейшие в моем вкусе дизайны я буду честно говоря долго и упорно даже не могла понять с чего же мне начать чего же мне хочется но потом к сожалению вернее даже не к сожалению а просто по жизни случился такой момент что мне нужно приготовить подарок подарок я хочу приготовить для своей любимой свекрови и как вы понимаете эту книжечку я откладываю и обратила свое внимание вот на эту замечательную книжку вышивка крестиком для настоящих модниц вероник аженер я знаю что это имя называют все абсолютно по-разному но я читаю вот то что здесь расположена замечательная книжка хотя она вот не не совсем в моем вкусе я бы вышла из нее только некоторые дизайны но книга незаменима для тех кто умеет растащить схемы на какие-то сюжеты что нам не раз доказывали ольга я умница и верочка коминова которые просто мастерски растаскивают эти схемы на запчасти для своих прикладушек ну это книга очень известна все ее знают ее миллион раз листали и миллион раз ее показывали но от этого конечно она не становится менее привлекательной вот такая вот замечательная книжечка и и я остановилась на сюжете вот на таком на самом деле я хотел сначала вышивать вот этот сюжет но все-таки остановилась вот на этот хочу я вышить для своей свекрови какую-то вернее хочу сделать для своей свекрови какую-то косметичку или мешочек или в общем даже сама еще не поняла что но вот с таким вот сюжетом замечательным косметичка будет предназначена для всяких маникюрных вещей поэтому вот остановилась я все-таки вот на этой схеме схемы как вы видите небольшая я вот так вот посчитала здесь примерно 100 на 110 крестиков если не считать вот эту нижнюю часть я еще не решила буду ли я эту нижнюю часть вышивать не знаю честно вам скажу и вот здесь вот как-то вот у меня немножечко что-то я вам опять пальцем показываю вот здесь вот бросается в глаза вот какой-то крестик да я посмотрю как он будет смотреться возможно я заменю там что-то как-то по-другому потому что ну как-то такая вот сейчас через камеру как для меня это странно раньше я на это внимание обращала но в общем вот такой вот сюжет буду я вышивать почему именно это потому что вот этот сюжет применил приглянулся моей дочке она попросила на что-то на чем-то до вышить ей вот этот сюжет а вышивать одно и то же я не люблю поэтому вот для свекрови вот этот сюжет тем более она у меня блондинка тут все-таки такая девушка более светленькая не темненькая нарисована хотя заменить цвет волос я думаю была бы не проблема ну ладно не важно короче говоря вот этот сюжет я буду вышивать вышивать я его буду на вот у меня было два варианта или вышивать вот на линдия цвет 101 такой кремовый или вот на белом belfaste 32 каунта все-таки я остановилась на belfaste потому что вот сколько я смотрю девочек которые вы же вышивают по дизайнам от вероник все говорят что все-таки сюжеты и и сюжет и и схемы лучше всего смотрится на белом фоне они смотрятся ярко ярче и как-то выразительней не теряются да хотя сам сюжет здесь довольно яркий единство что я вот боюсь что будут сливаться вот эти белые полосочки но я начну посмотрю если не пойдет значит на вот на 101 буду вышивать посмотрим ну опять же 32 канту он все-таки поменьше чем 27 линда ниточки ниточек здесь у нас 13 цветов вот у меня нашлось в закромах моих так скажем вот и в прошлом пришлось мне что-то докупить ну я куда купила вот дмс вот такой у меня не хватался и не хватало и вот докупила по ключу гамму заменить цвет ну просто в леонардо слишком дорого потом как-нибудь закажу ничего страшного там один в один я проверил по карте цветов и купила я два вот таких вот цвета потому что кожа лицо до тела девушки вышивается вот этими двумя цветами мне было интересно посмотрела по карте цветов то есть вот такое вот сочетание если в гамме брать по переводу ниточек мне было интересно насколько это будет совпадать ну гамма у нас леонардо стоит недорого поэтому просто вот купила для эксперимента и вот так вот смотрю принципе сочетание хорошие мне кажется вот это только немножечко потемнее чем дмс но просто мне было интересно попробовать на отдельном кусочке вышить сочетание гаммовскими ниточками и дмсовскими посмотреть есть ли разница вообще и мне такое впечатление что ольга я умница уже заменяла ногам и у нее получилось очень симпатично ну вот мне же самой тоже не интересно поэтому я решила поэкспериментировать тоже ну скорее всего конечно буду вышивать ниточками дмс в итоге вот так что все ниточки у меня прикуплены остается только начать вышивать я надеюсь что этот процесс не займет у меня много времени потому что время на самом деле поджимает мне 3 числа но я посмотрю если не буду успевать подарю не на 3 число не на день рождения а на 8 марта уже для своей свекрови хотя конечно верно 8 марта это логичнее будет делать такой вот мой проект будет теперь немножечко хотела бы с вами поговорить первый раз перебирала свои книги когда искала с чего же мне начать какой дизайн не начать и разложила книги на две стопочки то есть вышивальные и вышивка бисером и просто какие-то рукодельные вышивальных у меня конечно же стопочка такая организовалась довольно большая и вы знаете вот честно говоря пришла к выводу что сейчас бы я не стала бы такое большое количество книг покупать потому что да есть очень интересные наверное половина книг я бы купила бы еще раз так если по меня вдруг они каким-то образом исчезли но половину я бы не стала покупать и в принципе наверное сейчас я уже более избирательно подхожу к покупке книг и вы знаете вот очень впечатлило меня видео в этом плане юлия мышули мы все мы знаем юлечку но кто не знает оставлю ссылку на это видео когда она показывает свои покупки свои подарки и рассказывает как она подходит к выбору книг изучает долго смотрит схемы и покупает только ту книгу из которой бы она точно вышла там какое-то определенное количество работ я а я покупаю и как-то вот они у меня лежат и пылятся наверное это все таки неправильный подход и наверное вот с этих пор я как-то буду более строго и что я хочу сказать вот с этим моментом я тут юля кстати в своем видео советовала группу где она приобретает эти книги интересные я тоже подписалась на эту группу тоже вступила в нее книги конечно там потрясающие хозяйка это группы на группы наталья оставлю обязательно внизу ссылочку на эту группу книги не дешевый сразу хочу сказать порядка там до 30 евро там что-то дешевле что-то дороже но знаете действительно лучше наверное раз в год купить какую-то основательную книгу чем размениваться вот на кучу таких вот пускай дешевых но тех книг которые мы очередной распаску и забудем я не знаю может быть я в чем-то не права ну вот я сейчас пришла к этому мнению и еще раз вот про группу говорю кому интересно зайдите пожалуйста посмотрите даже ради того чтобы просто ознакомиться с этими книгами потому что там их огромное количество чтобы вдохновиться потому что там есть фотографии со страниц этих книг чтобы узнать вообще что есть да какие книги бывают но это такая конечно красота просто необыкновенная всем советую конечно зайти я просто оттащила себя за уши из этой группы ну конечно очень интересная группа очень интересные книги и вдохновляют они вот честно говорю вдохновляют на вышивку именно по книгам ну вот наверное на этом все вот подготовка я не знаю может быть в эту подготовку я и включу какие-то продвижения может быть нет посмотрим как там дальше пойдет и вообще честно говоря для меня такой немножечко загадочный проект я не знаю чем он закончится но вот давайте остановимся на той стадии что мне надо сначала вышить сам сюжет а что дальше будет это уже будет дальше видно на этом все я с вами прощаюсь я была очень рада что вы зашли ко мне в гости до свидания увидимся в следующем видео